Добрый день! Ситуация, что склалася у агропромысловом комплексе региона с выконанием законодавства обеспеции. На что звернули увагу дельники и коллеги и какие додатковые меры плануются принять в регионе, ведают наши корреспонденты. По информации вратовальников, все лето колькость пожаров на Гомельщине скоротилась, а это выник работы всех затекавленных боков. Что, между тем, не означает отсутствие проблемных галин. Агропромысловый комплекс – сяроды. С початку года только официально зареистрованных выпадков порушения. Законодавства об пожарной обеспеции тут коля 13 тысяч. Разом с тем, гэтая лишьба может не адлюстровывать реальную ситуацию. Во вселяком разе сегодня вратовальники кажут об наявности достатково значной колькости фактов, коли в сельских господарших предприемствах утойвать выпадки узгорания. Торфяные поля горят, субъекты хозяйствования, которым они принадлежат, они мер, соответствующих по раннему обнаружению, по сообщению этой информации умалчивают. Когда уже более масштабные пожары, тогда мы уже сами подключаемся, вовлекаем всех, ну и, соответственно, нанесем тоже материальные потери. По выниках проверок, только в этом году до административной отказности притягнули 180 керовников, каля 500 специалистов розного узровню. Правда, кардинально на ситуацию гэта практически не поуплывала. Шмат, які отказные особы по требованию правилу пожарной безопасности, як порушали, так и протягивают порушать. Ситуация, у некоторых сельгазпредприемствах, разглядалася на коллегии областного управления Министерства по надзвычайных ситуациях еще два годы тому. Але за минулый час ничего не изменилось. Усё гэта, примушая распрацовывать, с додатковой мерой по наведению парадку. Причем на таким узровник, а лирошение об отхилении от займаемой посады и протягнение до отказности будут прыматься максимально оперативно. Губернатор и поставил задачу где-то ежемесячно рассматривать с его участием вопросы порядка в том или ином районе, с участием председателя исполкома, с участием руководителей сельхозпредприятий. То есть это не какая-то компанейщина, а это долговременная вот такая вот программа, которая направлена на цели на наведение порядка на нашей земле. Но это все идет и в контексте того, что и требует лава от нашего государства. Олег Сентюров, Максим Савин, Валера Игапанько, Телерадо, компания «Гомель». Протягиваем выпуск. На Гомельшине практически на 100% завершена заготовка садовины и городнины на межсезонный период. Протягивается только закладка капусты, якая будет ожитивляться до 15 листопада. Усяго кооператоры в области закупили у насельництва больше за 30 видов уросленоводшей продукции. Амаль – 2600 тонн бульбы, больше за 2500 тонн городнины и 450 тонн садовины. У таких объемах продукция закладена у сховищи. У вогули на территории в области находятся 24 такие объекты, огульной умешальностью до 4800 тонн. Уся обсталяваны специальными камерами, где заховываются оптимальный температурный режим и вильготность. Это дозволяет заховать продукцию на протяглый период. До того же, помеж организациями с пожилкой операцией заключены погоднения с фермерскими господарками и сельско-господаршими предприемствами для захования продукции на их объектах. Мы уже практически заложили всю необходимую продукцию, которую планировали. Сейчас дозакладываем лук и на начало ноября месяца осталось заложить яблоки. И, в принципе, у нас полностью объем закладки, который мы планируем здесь, будет выполнен. Десятая Олимпиада школьников союзной державы России и Беларусь и старышная духовная супольность подыходит до своего завершения. Для удельников Олимпиады это не только интеллектуальное споборництво, а еще и новое знаемство и уражение. Организаторы юбилейной Олимпиады зарабили усеу машины, а как бы вспоминны про эту падею школьников и их педагогов застались надолго. Насышенная культурная программа там усвечения. Кожная с 34 команд удельниц с 23 регионов Российской Федерации из усих районов Беларуси мела махшимость познайомиться с головными словутостями Гомеля. Сярод пунктов экскурсийного маршруту – областный музей военной славы и Гомельский палацово-парковый ансамбль. А напереды дни удельников Олимпиады запросили на урашисты баль – «Союз сердцев, союз держав», який отбылся у колонной зале Палаца Румянцевых и Паскевишев. Гости перенеслись в 18-е стагодзе у эпоху графа Румянцева. Чаронная атмосфера, гистарышные костюмы, и тоя без шагонья быходится ни один баль – танцы. Поланец, берлинская полька, вальс и соправдный марш. Кульминацией вешера стал символичный запуск шароу в гонор юбилею Олимпиады. И об спорте. 17-й тур национального чемпионата по хоккей сюрпрызов не принес, а малюсие фавориты отрымали заслуженные перемоги. Утым лику жлобинский металлург, який на своем лёдзе раскрамил Брест 5-1. И только гульня помеж Гомелем и Минской юностью уразила навыц самых вопытных аматоров хоккея. Як проходил один из самых яскравых и напруженных матчей в сезону, ведая Вольга Вальченко. Перед этим матчем турнирная остановища – наступная. Юность займает первый рядок турнирной таблицы. На их рахунку 44 очки. Хоккейный клуб Гомель с 33 баллами займает четвертый рядок. В этом чемпионате команды состракалися только один раз. Тогда гомельчане на выезде соступили с ликом 2-6. Изразумело гомельчанам потребен был реванш. Вот только юность с первых хвилин начала жестко открывать вороты Игора Брэкуна. И чакана открыла лик на девятой хвилине. Первую шайбу закинул белорусский канадец Даниэль Корса. Гомельчане трохи подчакали. Под конец первого периода всё ж таки сравняли лик. И у болельщиков заявилась надея. Ну, ну, покуда вот терпимо. Первыми пропустились, умели сравнять. Но мы верим, что наша команда сегодня одержит победу и обыграет юность. Я думаю, будет 4-1, наши выиграют. Что ка заурысям, подчас перепынку головный тренер не вядома. Але на лёд я навышлі з усім іншими гульцами. З розніцей у одну-зве хвилины у вороты юности почали залятать шайбы. Пасля лику шатыры один мянчане вырашили замяніть галкипера. Але гэта, прямо скажем, не допомогло. Гости зловалися, отрымливали штрафные хвилины, а гомельчане тут же реализовывали большість. Шайбовый марафон завершила зладженная работа Александра Житких и Эдиса Брахманиса. Тут уже мянчане зрозумели, что справа не у галкиперы и вернули на лёд Александра Бородулю. Очень важно, чтобы мы не дрогнули. Не дрогнули, продолжали играть. И переломным был второй период, когда мы удачно забили голы. И там уже старались, работали уже на сопровождение счёта. Я очень доволен тем, что хоккеисты отнеслись к этому матчу. Была сама отдача. И спасибо болельщикам, которые сегодня пришли поддержать команду. Третий период был скупы на голы, зато я щодраны эмоции. Штрафы гульцы обидвых команд отрымливали ледь не кожную хвилину. Але найбольше выделился эмоциональный курс. 47 хвилин штрафа за один раз. И однозначно жест у бок мясцовых болельщиков. А на контвыдалении у тренерского штаба гостей было их за усёды своё меркование. У нас же хоккеисты, знаете, столкнулся, упал две минуты. Столкнулся, упал две минуты. Хотя об одном и том же говорим, что топает. Бесполезно. Хоккеисты должны стоять на ногах, а не валяться как сегодня. Задолго до конца гульни стало зрозумело, что гумель с долей успойнить 15-ти матчевую проможную серую юности. Господары лёду закинули ясче и сёмую шайбу намаганьями Александра Яронова. И навод была восьмая. Её, правда, не залечили. Однако это уже не вплывало на огольный настрой и кончатковый выник. Хоккейный клуб «Гомель» разгромил Минскую юность 7-1. В Ольга Вальченко, Игорь Марышченко. Телерадо и компания «Гомель». На этом выпуске завершено. У студии працавала Маргарита Шибукова. Усяго доброго и до встречи в эфире.